Следующее выступление это Алексей Олегович Корякин, тримодальная терапия для мышечно-нелазивного рака мочевого пузыря. Я занял. А, ага. Андрей Иванович, занял. Но тем не менее, я надеюсь, будет не менее интересно. Тем же та же. Спасибо. После агрессивных хирургов спасти мочевый пузырь от агрессивных хирургов. И поговорим о тримодальном лечении, которое, в общем, с 90-х годов уже началось. И это не так. Андрей Иванович, здесь только хирурги. Все хорошо. Мы сегодня уже говорили, что действительно мышечно-нелазивный рак – это агрессивная опухоль. И, в принципе, пятилетняя выживаемость составляет где-то 65%, десятилетняя выживаемость – 45%. И никто не спорит с тем, что действительно радикальная асцектомия является золотым стандартом лечения этих пациентов. И она может быть даже предложенной в пожилом возрасте, так как до сих пор, в общем-то, эквивалентной опции для этого лечения нет. Интересно то, что среди способов первичного лечения радикальная асцектомия в пожилом возрасте показывает наибольшее снижение риска смерти. Как от рака мочевого пузыря, так от смерти от любой другой причины. И последняя работа 2014 года показала достаточно неплохие результаты, впечатляющие, я бы даже сказал, по общей канцероспецифической и безрецитивной выживаемости у пациентов пожилого возраста. Действительно, за последние 20 лет осложнения серьезно снизились, но, тем не менее, хирургические осложнения все равно встречаются где-то в 50-60% как в раннем периоде, так и в позднем периоде. Но серьезные осложнения, требующие хирургических вмешательств, примерно около 10%, но частота повторных операций примерно 3%. Если мы возьмем 30-дневные ближайшие результаты, то мы видим, что операционная смерть составляет 37%, после операционной смерти – 1,5-2,7%. Что касается пожилых пациентов, то да, частота радикальной асцектомии с возрастом, конечно, уменьшается, и у пациентов старше 70 лет, 79 лет, где-то примерно у каждого пятого только выполняется радикальная асцектомия. Напомню, что продолжительность жизни в России на сегодняшний день составляет 67 лет, хотя 5 лет назад она еще не достигала 60 лет. Ну, а те пациенты, которые достигают 85 лет, в частности, в Японии, да, то примерно половина из них вообще не получает никакого лечения. Если мы возьмем всю статистику, то примерно все пациенты, которые старше 65 лет, только каждому пятому выполняется радикальная асцектомия. Но это понятно, потому что пожилые пациенты, сопутствующая патология, возраст, и, в принципе, им боятся делать радикальную асцектомию, боясь различного рода осложнений. Если мы посмотрим действительно 90-дневную, за 90-дневный период, то мы увидим, что действительно послеоперационная смертность увеличивается с возрастом, и основными предикторами являются возраст и коммабриентность. При этом напомню, что при локализованном раке риск рецидива у каждого пятого, а при метастатическом примерно 70%. В 2013 году продолжительность жизни при метастатическом раке у пациентов, получающих системное лечение, составляла 14 месяцев. Итак, наличие умеренной и тяжелой сопутствующих патологий в пожилом возрасте связано с основными ранными и послеоперационными осложнениями. Если мы возьмем практически последнюю статью 2016 года, это были собраны все статьи с 2000 года по 2016, то мы увидим, что в пожилом возрасте при наличии сопутствующих заболеваний на поздних стадиях имеется высокий риск раннего рецидива заболевания, снижение канцерспецифической и общей выживаемости. Поэтому на сегодняшний день, согласно мнению многочисленных экспертов, при выборе метода лечения прежде всего следует учитывать коморбитность и такие строгие критерии, как гистологические техопухоли, степень дифференцировки, степень инвазии, локализацию опухоли, объем транссорутральной резекции, отсутствие гидронефроза и количество опухоли. Что касается выполнения транссорутральной резекции при мышечной желазинной раке, 10-летние результаты показали, что только 11-35% пациентов была произведена окончательно транссорутральная резекция. Причем в ретроспективной серии, после повторных труб через 10 лет, сохранять мочевой пузырь удалось у 70-60%, и общее выживаемость составило 57%, а при перспективной серии 10-летнее раково-специфическое выживаемость составило 80%, а 10-летняя выживаемость без прогрессии 65%. Сегодня уже профессор Ракул говорил об открытой резекции, мы видим, что результаты транссорутральной резекции ничуть не хуже, чем открытой резекции. При этом рецидив опухоли возник все-таки у 56%, а спасительная радикальная цицептомия потребовалась каждому третьему. Если говорить о неодевантной химиотерапии, то, согласно данным американского анколога, национальной базы данных рака, эта химиотерапия эффективна только у каждого второго пациента, и в большинстве случаев, конечно, им показана радикальная цистектомия, радиотерапия и химиолчевая терапия, которые обладают большей эффективностью. К сожалению, из-за высокой токсичности вот эти цисплатинные схемы отменяются примерно у 50-90% пациентов, и поэтому говорить о тримодальном лечении иногда не приходится, потому что получается, что пациенту выполняется транссорутральная резекция и лучевая терапия, а химиотерапия отменяется. Что касается выполнения только лучевой терапии у пациента с мышечно-дизимным раком, то вы видите, что общевыживаемость составляет 26-35%, и в принципе в настоящее время она ограничена для пациентов, признанных пригодными для радикальной цистектомии и химиотерапии. То есть сочетание с лучевой терапией, как вы видите, она дает лучший эффект. Поэтому на сегодняшний день считается, что изолированные методы терапии, о которых только что я говорил, могут привести к улучшению онкологических результатов и выживаемости по сравнению с радикальной цистектомией. Собственно, поэтому и появилась тримодальная терапия, и на сегодняшний день она показала прочный онкологический контроль и долгосрочное выживание в двух фазах, в трех рандомизированных исследованиях. Одно я здесь провожу, которое было с 2002 по 2008 год, 93 пациента, причем 95% это Т2 степень инвазии. И мы видим, что пятилетняя выживаемость с сохраненным мочевым пузырем при применении платитоксила составила 65%, а при тору-урацилле 71%. Существующие серии тримодального лечения выявили ряд прогностических факторов, основным из которых все-таки является трансуртральная резекция, которая позволяет увеличить полный ответ почти на 20%. Но, к сожалению, мы понимаем, что трансуртральная резекция зависит от хирурга, носит субъективный характер, и при повторном трансуртральной резекции резидуальный рак выявляется примерно у 30-70% больных. Но интересно, что трансуртральная резекция позволяет легко идентифицировать мышечный инвазивный рак все-таки, да, и по сути является суррогатным маркером агрессивности мышечного инвазивного рака. Для того, чтобы правильно выполнять ее, необходимо иметь такую вот карту мочевого пузыря. Вот у нас, в частности, карта мочевого пузыря в отделении вот такая вот, которая справа. Она заполняется на всех пациентов для того, чтобы не пропустить опухоль в очередной раз. Тестоскопия обязательно завершается при уменьшении объема мочевого пузыря. И мы понимаем, что фотодинамическая диагностика, конечно же, не изучалась при тримодальном терапии, но, тем не менее, мы ее тоже используем для того, чтобы выявлять мультифокальные раки и раки ин-ситу. Техника выполнения достаточно должна быть оптимальной. И, конечно, она зависит от локализации опухоли. Но в данной ситуации я хотел показать, если опухоль располагается в области устья мочеточника, не надо этого бояться. Интрамуральный отдел вы можете спокойно срезать, ничего этого не будет. И мы даже не ставим стенд. Вы видите, что моча выделяется из устья мочеточника. Никаких проблем обычно при интрамуральной резекции устья мочеточника не возникает. Это во время операции, это вы видите после операции. Вот как раз устья мочеточника в левом крайнем углу. Вы видите, как оно открывается. Да, есть рефлюкс, есть. Но клинически незначим, бояться его не надо. Какие особенности максимальной транссортуральной резекции? Вот видите, как раз бабушка 85 лет. 5 дней назад мы ее оперировали. Очень показательная. Большая опухоль мочевого пузыря. Мы все говорили единым блоком, единым блоком. Конечно, нужно подкопаться к ноге, потому что там идет основное кровоснабжение. Достаточно хорошо кровоснабжается. Поэтому опухоль лучше срезать. Видите, внизу устья было, мелькнуло. Срезается опухоль. Вот видно, хорошо кровоснабжается. Производится по обычной схеме транссортуральная резекция. Сперва экзофит удаляется, затем удаляется основание опухоли. И мы очень широко используем плазмокинетическую вапаризацию, которая нам позволяет практически до перфорации удалить опухоль радикально. Иностранцы боятся, делают, избегают перфорации. Мы ее не боимся и считаем, что она никаким образом не влияет на результаты лечения, потому что у нас есть плазмокинетическая вапаризация, позволяющая прожечь стенку мочевого пузыря практически на 3-4 см. Но, безусловно, нужно ориентироваться на локализацию опухоли. Самое проблематичное – это расположение опухоли в области запирательного нерва. Вы все прекрасно знаете, в этих случаях многие используют трансрентрентральную инъекцию на ВКИНа с помощью специальных игл, либо хорошая спинальная анестезия. Ну вот как раз вы видите плазмокинетическую вапаризацию, вот так выглядит зона операции. Однако умение выполнять максимальную ретур, да, то, что надо сказать, что мы понимаем, что все пациенты идут через 6-8 недель на ретур, и выявление ранее не обнаруженных опухолей при рестадировании, при повторной ретур означает, что, конечно же, тримодальное лечение, может быть, будет и не совсем эффективным. Однако, однако, многие специалисты считают, что если вы максимально выполняете повторную трансрентрентральную инъекцию, это позволяет оптимизировать лучевую терапию, тем самым улучшить терапевтический эффект тримодальной терапии. Какая лечебная стратегия тримодальной терапии? На сегодня существует три, два курса. Это сплит, разделенный курс лечения, и непрерывный. Концепция заключается в том, что выполняется максимальная трансрентральная резекция опухоли, затем 5 недель химии лучевой терапии, в основном используются радиочувствительные химиопрепараты, затем выполняется повторная соцископия через 3 месяца, если имеется резидуально-инвазивная опухоль, некоторые выполняют спасительную социтектомию, некоторые делают ретур. При полном ответе идет завершение химии лучевой терапии при непрерывном курсе. Ну, вот здесь представлена схема сплит разделенного курса, собственно, они все известны, поэтому, наверное, подробно на них я не хочу останавливаться. Мы видим, что идет полная доза химио-лучевой терапии, затем ретур, в зависимости от того, это не мышечный рак, соответственно, снова ретур. Если это мышечный рак, рецидив, радикальная цистектомия, если это полный ответ, регулярная цистоскопия, и факторный тур или внутрипузырная химиотерапия. Если это схема непрерывного курса, то здесь сразу выполняется индукционный курс, затем через 3 месяца ретур. При полном ответе, соответственно, то же самое делается, что и в первом случае, регулярная цистоскопия, и если имеется рецидив немышечно-инвазильного рака, то выполняется тур с возможной внутрипузырной терапией. Ну, а если это мышечно-инвазильный, то рассматривается вопрос о цистектомии. Много опубликованных результатов. Вот эта обзорная статья была, где было показано, что вы видите, что практически до 2012 года эти работы шли. Ну, сейчас уже и больше. С 90-х годов я не буду останавливаться здесь на цифрах. Могу лишь подытожить, что полный ответ был от 50 до 93%. Но вот этот 50% полного ответа было только у тех пациентов, там небольшая группа была, и им была как раз спасительная цистектомия, выполнена в СЖК 6% случаев. Поэтому, если убрать эти цифры, то, в общем, получаются очень неплохие цифры. Полный ответ до 93%, а спасительная цистектомия только у 20-25%. Пятилетняя выживаемость, вы видите, сравнима и канцероспецифическая с радикальной цистектомией. Диапазон достаточно высокий, протоколы очень разные. Они не зависят от критерия включения, исключения, длительности, дизайна. Препаратов. Поэтому сравнивать достаточно сложно. Но в целом, если взять все протоколы, пятилетняя канцероспецифическая выживаемость составляет где-то 60-65%. Понятно, что у пациентов, которые не отвечают на тримодальное лечение, пятилетняя ракоспецифическая выживаемость после спасительной радикальной цистектомии снижена примерно на 20-40% по сравнению с тем, которым была выполнена немедленно радикальная цистектомия. Что делать, если у пациентов возник рецидив после тримодального терапии? Вы видите, что частота где-то 24-43%, и у 11-19 из них будут обнаружены рецидивы мышечно-инвазивного рака в течение двух лет. При рецидиве немышечно-инвазивного рака делается повторный тур, либо с внутрипузырной БЦЖ терапией, хотя эффект ее при тримодальной терапии до сих пор еще не ясен. При рецидиве немышечно-инвазивного рака высокого риска, либо вы делаете повторный тур, либо решаете вопросы спасительной цистектомии при полифокальном и множественном и труднодоступной локализации. В этом случае раково-специфическая выживаемость одинаковая, что при наличии и отсутствии рецидивов немышленного рака неинвазивного рака мочевого пузыря. При рецидивах неинвазивного рака мочевого пузыря значительно увеличивается риск будущих неудач, и примерно у 45% в конечном итоге потребуется спасительная цистектомия. Если это рецидив мышечно-инвазивного рака, то в этом случае ни в коем случае тур не надо делать, нужно выполнять спасительную радикальную цистектомию. В этом случае 5-летняя безрецидивная рака специфическая выживаемость после спасительной и первичной будет практически одинаковая. Частота частичного и полного ответа после спасительной радикальной цистектомии колеблется от 25 и 30%. То есть в принципе тримодальное лечение мы можем рассматривать как одну из линий лечение мышечно-инвазивного рака, тем самым протлив жизнь пациенту. После завершения тримодального лечения наблюдение точно такое же, как при поверхностном раке мочевого пузыря, и поэтому останавливаться на этом нет смысла. Самое главное сравнить радикальную цистектомию и тримодальное лечение. Все-таки, что лучше? Единственное исследование, Браузи его представлял в Лондоне, здесь было несколько исследований, в конечном счете вы видите, что пациентов с тримодальным лечением оказалось почти 3 тысячи, а пациентов с радикальной цистектомией больше 10 тысяч. И мы видим, что общая пятилетняя выживаемость все-таки немножко была лучше при тримодальном лечении. Во всяком случае, эти результаты, эти результаты, они сравнимы. Вы видите, и при Т2, и при Т2 больше. Пятилетняя общая выживаемость практически одинаковая, что при радикальной цистектомии, что при тримодальном лечении. Опять же, интересно, как влияет ремодальное лечение в зависимости от типа опухоли. Это уже работа этого года. Была проведена в связи с тем, что мы прекрасно знаем, что лучевая терапия очень плохо работает в отношении мозга-клеточного рака. И клиническое течение чисто уротериального рака и у гистологических вариантов после коррекции стадии, степени сердцовки, тем не менее, вроде как по некоторым данным было очень похоже. Очень интересная аббревиатура здесь – ПУК и ВУК. ПУК – это чисто уротериальный рак, а все остальное – это варианты уротериального рака, о которых сегодня, кстати, говорили. Вот это исследование как раз 303 больных пожилого возраста, в основном это был мышечно-инвазивный рак, выполнялась точно так же максимальная трансрутеральная резерция, индукционная, химио-лучевая терапия. Ну и дальше по схеме сплита проводилось дальнейшее наблюдение за этими пациентами. Мы видим, что согласно вообще литературным данным, в 10-53% уротериальный рак имеет гистологические подтипы. Примерно у каждого пятого он имеет определенный подтип. Ну вот в данной работе мы видим, что у 76% этих пациентов был плоскоклеточный и железистый рак, и у 12% саркомодоидный рак. И они решили посмотреть все-таки, какая будет канцерспецифическая выживаемость в зависимости от того, уротериальный рак это или это его подвиды. И мы видим, что пятилетняя выживаемость, она в принципе отличается примерно на 10%. А через 10 лет она абсолютно одинаковая. И никаких достоверных различий нет. Но что интересно, эти авторы, когда сделали это заключение, в конце маленькими буквами написали, из-за небольшого количества стекол с патологоанатомическим материалом, доступным для повторного пересмотра, полноценный анализ взаимосвязи гистологических вариантов, пока что еще невозможен. Ну и многофаторный анализ, который был проведен на Метаже, еще раз подтвердил, что очень важное значение при увеличении тримодального имеет возраст, степень инвазии, гидронефроз. А гидронефроз и неполный ответ на индукционную терапию, по сути, это показания для спасительной цистектомии. Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что тримодальная терапия все-таки это разумная альтернатива радикальной цистектомии у тщательно отобранных пациентов, наверное, пожилого все-таки возраста. Заключение об назначенности и превосходке радикальной цистектомии на тримодальном терапии по-прежнему ограничено из-за тусто рандомизированных серьезных исследований. Максимальная трансрутеральная резекция в опытных руках хирурга имеет первостепенное значение для успешного проведения тримодальной терапии. Трансрутеральная резекция играет важную роль в оценке ответа на тримодальную терапию, я имею в виду ретур. Сочетание резекции с плазмокинетической вапоризацией и фотодинамических контролем может повысить радикальность хирургического вмешательства. Ну и новые биомаркеры, о которых сегодня уже говорил Евгений Батович, подбор дозы, доставка лучевой терапии, использование системной иммунотерапии, возможно, может улучшить лечение тримодальной терапии и таким образом сохранить мочевой пузырь у наших пациентов. Спасибо. Спасибо. У нас нет времени на вопрос. Я на счет своего доклада спрашиваю. Да, пожалуйста, тогда быстро. Спасибо большое за интересный диапазон. Все-таки, если вы позволите, очень быстро прокомментировать. Во-первых, для трехмодальной терапии существуют четкие показания и противопоказания. Возраст в эти противопоказания не включается. Возраст – это суррогат функциональной изношенности систем органов, но не диагноз. Показанием для использования трехмодальной терапии является солитарная опухоль, подвижность стенки мочевого пузыря меньше 2 см, не более чем ПТ-2, подтвержденная при биопсии ложе удаленной при трансуретральной резекции опухоли. Мультифокальное поражение опухоли в области устьев являются противопоказанием проведению трехмодального лечения в рамках всех протоколов, которые известны мне. Второе. Вы говорили о том, что при первой оценке эффекта после завершения облучения в суммарной очаговой дозе 45 грей некоторые выполняют повторную тур, некоторые выполняют спасительную цистоктомию. Простите, насколько мне известно, по той литературе, которой пользуемся мы, применяя трехмодальную терапию, ретур в этой ситуации не производится, а цистоктомия в этой ситуации будет являться все-таки пока еще не спасительной, потому что не проведен полный курс лучевой терапии. Третье. Вы говорили о том, что можно проводить неоадювантную химиотерапию, перецхимиолучевой терапии в рамках трехмодального лечения. Был протокол РТОК, к сожалению, не успела сейчас просто найти номер. Это исследование было проведено до 2000 года, которое показало четко совершенно, что проведение двух циклов СМВИ перед химиолучевой терапией не улучшает результатов ни в отношении специфической, ни общей выживаемости трехмодальной терапии, поэтому проводиться не должна. Большое спасибо. Я и сказал, что мы в демонтной терапии будем проводить. У нас, к сожалению, нет времени для дискуссии. Поэтому большое спасибо.